Как быть ситуацией, когда близкий человек внушает мне вину, виноватит меня? Чувство вины – один из сильнейших манипулятивных инструментов. Один из сильнейших. Потому что, когда я виноват, и мне об этом говорят, транслируют, я буду шелковым. Я буду делать все, чтобы эту вину компенсировать. И если человек внушает мне чувство вины, это означает, что он хочет той или иной модели поведения с моей стороны. На самом деле, это своего рода метод обезвредить. У вины есть одно интересное свойство. Чувство вины, оно сродни… Мы называем, что чувство вины пахнет смертью. Вина – это означает, ты плохой. И ты настолько плохой, что лучше бы тебя не было. Поэтому, когда нам говорят, внушают все время чувство вины, нам говорят, ты настолько плох, что лучше бы тебя не было, или ты был другим. И когда я чувствую от другого человека, что на меня грузят этой виной, я хочу сделать все, чтобы быть, чтобы быть хорошим, чтобы меня приняли. И я на самом деле пытаюсь купить жизнь на глубоком, на экзистенциальном уровне. Я не могу принять вину, потому что человеку трудно быть плохим. Я же хороший, я же нормальный, я же адекватный, я хочу, чтобы меня любили. А когда я плохой, значит, меня отвергают, значит, я не нужен. Это сродни смерти. Поэтому я становлюсь слабым, я становлюсь ведомым. И сразу делаю все, что мне скажут. И если мной манипулируют через чувство вины, это означает, что человек, возможно, не может мне простить что-то. Или же ищет какие-то мелкие зацепки. Вина же может быть за какой-то поступок в прошлом, который был один, или за мелкие поступки, которые сейчас происходят. Это означает, что человек не может что-то простить, не может отпустить. Или же просто, ну, это не любовь. Я просто инструмент в его руках, и манипуляция – это метод, чтобы я делал то, что человеку хочется. Это очень серьезный индикатор в отношениях, если меня все время виноватит. В чувство вины вгоняют. Серьезный индикатор, который требует внимания. Что-то не так. Сигнальная лампочка горит. Что-то не так, какое-то напряжение. То есть отношения нездоровые, если все время через чувство вины. Нужно обратить на это внимание, и либо разобраться с прошлым, и сказать, что прошлое было, да, но мы сейчас идем в новое, на новых принципах. Отпусти, пожалуйста, не возвращайся снова и снова к этой вине. Давай перезапишем. Либо же позволь мне действовать так, как я умею действовать. Не цепляйся за эти мелочи какие-то. Ну, нужно в ситуации разбираться. Либо же позволь мне действовать.